Дорогие друзья, добрый вечер! Наша встреча сегодняшняя не случайно называется «Встреча друзей». Весь зал полон друзьями Нурдоса, людьми, которые создавали этот спектакль и которые принимали самое активное участие в жизни спектакля по ту сторону рампы. Поэтому сегодня наша встреча будет такая. Поэтому она здесь и происходит, знаете, в такой неформальной обстановке, чтобы это было тесно, чтобы это было вот близко-близко, чтобы мы могли с вами общаться. Сегодня в этом зале присутствует Георгий Васильев. Давайте его поприветствуем. Алексей Игоревич Иванович Иванович сейчас находится в Соединенных Штатах Америки и в этот самый момент смотрит интернет-трансляцию. Давайте помашем ему ручкой, где там вот камера. Здравствуйте, Алексей Игоревич. И также давайте поприветствуем наших интернет-зрителей, которые тысячи и тысячи людей, которые не попали сегодня, в отличие от нас, в этот зал. Но те, кто не попали, я хочу передать привет и извиниться за такие неудобства. Но в любом случае, 19 мая у нас состоится еще одно, еще один такой концерт, исправленный и улучшенный по итогам сегодняшнего представления. Так что, если вы немедленно позвоните, то вы еще успеете забронировать места. Так что, привет и вам тоже, дорогие наши интернет-дологи. Что вы хотите сказать? Да, сегодня у нас будет не просто концерт, а творческая встреча, поэтому, как полагается на творческих встречах, вы можете о чем-нибудь нас спросить. Написать записку, желательно, вот есть такая корзиночка для записок, желательно, чтобы это происходило в первом акте, чтобы мы в антракте разобрали записку, а во втором акте мы на них ответим. Поэтому, заказывать какие-то любимые песни бессмысленно сразу предупреждать. Этого, скорее всего, не произойдет. Ну что ж, дорогие друзья, я хочу представить вам тех, кто стоит сегодня на этой сцене. Это актеры оригинал каста. Это люди, которые не просто играли в спектакли, которые принимали участие в создании бессмертных образов, которые впоследствии становились каноническими и повторялись всеми последующими исполнителями ролей. Итак, Юрий Мазихин встречает. Виктория Славьева. Меня зовут Лидия Чирослава, я создатель бессмертного образа Чукчик Багром. И, наконец, человек, без которого наш концерт сегодняшний не мог бы состояться абсолютно точно, это Татьяна Солнышкина. И наше все. Возможно, артистка мюзикла. Всех мюзиклов. Всех наших мюзиклов. Это в конце планировалось. Дорогие друзья, мы ждем от вас поддержки. Ходите вместе с нами. Я знаю, что вы дали люди, которые не просто знают спектакли, а знают его наизусть. Ну? Субтитры сделал DimaTorzok Милый друг мой, дорогая моя Машенька Пишу тебе это письмо, и одна лишь мысль терзает меня Горько сознавать, что все могло быть иначе Неудачи преследовали нас, и самая первая из них Ошибка, за которую приходится расплачиваться ежечасно, ежеминутно Да, что снаряжение экспедиции Я поручил Николаю Молю тебя, не верь этому человеку Можно смело сказать, что всеми нашими неудачами Пройдет сны именно его Не только я один Весики ваш святой Марии шлет ему проклятие Не только я один Весики ваш святой Марии шлет ему проклятие Не только я один Весики ваш святой Марии Обширную, покрытую снегами землю, Которую мы открыли с севера Таймырского полуострова, Я назвал твоим именем. И скоро на любой географической карте Ты сможешь прочитать привет, Который шлёт тебе твой мантиковый истребенный копоть. А сейчас мы пропустим сцену жестокого убийства бочтальона И сразу перейдём к полной жизни и красок сцене. Вспомните, залитая солнцем пристань, Работные гудки, крики чая, Крабочий люд грузит сюрки на фаршу, И сейчас только не пропадает от волос. Море молчит, как рыба, Но ветер дует, и всё изменится. Море то тише мыши, То выше крыши сорьёт волны. Штилий молчит и ленится, Штормы рычит и пеплится. Белый саи парашка, Тяняя северную трену. Утро пропахло ветром, А ветер пахнет лесной мороженой. Город пропахло кожей, Сырой кожей и табаком. Будет пропахло кожей, Будет пропахло кожей, Хлебом, зелёным луком, Комчёным салом и молоком. Всё, что не на загружено, Будем грузить на ужин, Чтобы забить все длины, И утром баржу отправить в море. А наше море не слышит горя, Лишь берег топчет, Как огни плотчет, Бурлит, плотчет, И знать не хочет Про наши белые на берегу. Ну да чего же народ кругом Пошёл жестокий и обозрённый, Сей нашей жизни цена беда, Того глядин и летишь на нож. Сегодня угроза в очагон, Пырнули ножом к почтову. Убили малого просто так, Убили малого не за крошь, Какой кошмар, и куда же Только глядит полиция. Ну и дом, давно пора засходить в тюрьму, Сверх паразитов и всю шпану. Саня, иди поближе, Чего надулся, Садись, покушай. Бабы, вы что, сороки, Гляди, немого, перепугай. Вырос отцу помощник, Ты ешь картошку, А их не слушай. Лучше на всякий случай Гуляй пореже, Забудь о грани. И там ходят лихие люди, На шоке пашут, На снег стоять. А ты же хозяин, Шутить не любит, А наши дева, Мишки по локоть, Чтоб утром пашут, Отправить в море. А наши в море, Не слышит горя, Ублить на почек, И знать не хочет, Про наши беды на берегу. Море молчит, как рыба, Покурный ветер, И переменится. Море ленивым зверем Лежит под солнцем И грехом. Ветер сегодня ленится, Мачты в воде не греются. Ветер ушок не боит, И день наследил, И нам не стоит Бояться моря, Бояться бури, Покурно море Глаза зажмуя Ленивым зверем, Объяжи берег, Лежит под солнцем У наших ног. Как вы, наверное, заметили, В этом номере, Ну, те, кто Хорошо знает спектакль, Роль, Партию сугубо Положительного персонажа Отца Сани Григорьева Исполнил Олег Кузнецов, Который воплощал Вообще-то образ Злодея Ромашова. Не удивляйтесь, В ходе этого концерта Многие актеры Представят перед вами В довольно необычных Блуа и ипостасах. Наверное, в общем, И для себя тоже. Зато следующий номер Позвучит в абсолютно Оригинальном составе. Прощание с Архангельским, Как когда-то Исполнил Ирина Линд, Юрий Мазихин, Петр Маркин. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И проклиная почту Ждать писем Веря в то, что Они лишь задержались В снегах чужой земли Поверь, Димаша, что столица Поможет высохнуть слезам Пора с небес уже спуститься С Иваном Палычем проститься И отправляться на вокзал Чтоб не закончена проманья Начать еще одну главу Экспресс не терпит опозданий Прощайте, друг мой, до свидания Переезжайте к нам в Москву Приеду, приеду Чтоб снова стать соседом Чтоб снова стать тенью У ваших ног в Москве Быть другом и не более Не зная, что за роли Отведены судьбой Нам в следующий момент Страшная, драматичная сцена Арест отца Слушайте, можно я расскажу Это правда Это трагедия петельной жизни Это трагедия моей жизни Я всегда так хотел спеть этого пристра Я стоял, готовился к уроку речи На сцене в это время шла вот эта вот сцена Арест отца Я все время там с ним войдет Да нет, ну не так же и здесь Да нет, здесь подать Дело в том, что на самых первых демозаписях Которые делались еще в 2000 году Петя роль Пристова исполнял И это звучало оглушающе прекрасно Сейчас у вас есть возможность Услышать Просим, просим Кто среди вас тут будет, Иван Григорьев? Если Иван Григорьев нужен, то вот он я Вот он и я Твой лимитонож, Иван Григорьев Вроде как похож, да? Значит, узнаешь очень хорошо Что же ты его не спрятал в море? Стало быть Григорьев Ты еще и глуп, ты еще и глуп Ладно, души глуп, давай, пошел Что тут еще за сосудок? Это Григорьев, сосудок Он оброждение скоро, вы, он ведь не умеет Если он нам чего сообщить имеет Пусть он сперва разучит хотя бы плотно слов Сладитесь, погодите мне, чтобы не родить Вот уже больше благородие не шутите Так поступать негоже Эдок не дай того же Ни без чего народ отдельный подумать сложит Вот тут, по-между прочим, старший среди рабочих Не надо ели делать честных людей порочить А он честным оказался Сам в злодействе расписался Вырезал буквами три миллиона На наше собственное время Где ты его оставил? Ну-ка, припомнишь, может, где и когда оставил ты этот мужик? Где это было, спрашиваю я третий раз Третий раз Третий на этот раз, последний Я его на медни Где-то обронил, да не помню где Верно, обронил, но не на медни А сегодня ночью ты его забыл Я на помню где Там у почтальона в животе Это было бы не может Это было бы не может Вы же с холестами Так он признал свой может Это было бы не может Платит вам разойдите Витязь Третий на ваших благородие Разберитесь, предушник Сердитесь кровотный Дивнейший козлов Всего выходит в праве Зашла ошибка Не убить Он не виноват Теперь я надеюсь Петр Маркин превратится Из злого пристава Снова в доброго Кораблева И исполнит сцену Урок речи По-моему Самый трогательный эпизод спектакля Когда Кораблев учит Говорить немого Саня Григорьева У меня это был любимый момент В спектакле Я всегда слушала И у меня так мурашки По спине бежали А вот мы этого не видели И не слышали никогда Да, артисты ансамбля Этот номер на сцене Вживую не видели Потому что мы в это время Лихорадочно переодевались Из грузчиков в рыночных торговцев Потому что дальше следовал Блошин рынок Ну вот И без перерыва Сразу после урока речи Надвинется мгла Именно так называется Оратория Которая символизирует Смутные времена в России Но так как тема Вихрей враждебных в России Видимо актуальна всегда То подпевайте Кто знает Поехали Да, да, да Да, да Поехали Поехали Эй, капитан, чего раскис? Что за беда? Откройся. Ну, не молчи, ну, поделись. Давай, скажи, вкуйся. Да ты, похоже, не умеешь. Прости, моряк, беги домой. Растой, но слух-то ты имеешь. Ты все, что слышишь, разумеешь. Так ты лентяй, а не немой. А как же ты своих матросов В предбури сможешь ободрить? Не молчи, моряк, я знаю слов. Простой, но очень верный способ. Но честно говорить. Запомнить нужно пару фраз и повторить сто тысяч раз. И если только повторишь, наверняка заговоришь. Послушайте. Послушайте. Кто заплачет, кто заплачет, как дитя. Запомните. Песня. 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 Кружится мир на куски, А потом не рожавшись в том, как на сне. Маленький мальчик порожит четыре строки. Пормочи, не стесняйся, ты всех удивишь, Если будешь наскучив и смел. Ты уже победил, ты уже говоришь, Навсегда позвать, как бы ложью не мил. Жаль вот только, что правды своей, малыш, Жизнь отсюда спасти бы не успел. Где-то в далеком краю Ты, может быть, отыщешь тепло и уют. Стой, не забудь, злоболучную сумку свою. Буря блою в небо кроет В них респрежные крудя. Бога зверяна забоет, Позро плачет нагнетя. Всю страну, словно губу пропитывая, Разъедая основы всего. Мертом глаз, словно пыль отрацитывая, Оставляет тебя против всех одному. Выживай, а других не рассчитывая, У тебя больше нет никого. А других не рассчитывая, У тебя больше нет никого. С вашего позволения я вернусь к теме урока речи. У нас с этим связано чисто актерское, такое светлое, радостное воспоминание. Мы не смогли удержаться от соблазна, чтобы уже на излете проекта не устроить зеленый спектакль. Но, правда, мы понимали, что не стоит превращать это в балаган, потому что зритель ни в чем не виноват, купивший билеты. Нет, нет, это просто Георгий Леонардович вам сказал, что лишит вас зарплаты. Не виноват. Да, если вы будете себе... Ну вот, ты разрушаешь романтическую легенду. Вот. И поэтому мы решили оставить, так сказать, в правовых канонах, чтобы спектакль не потерял. Но при этом там было все. Там была бесконечная вереница пионеров, которая пришла на вокзал спровожать Саню Григорьева, организованная менеджером детской труппы. Там была переодетая геологом Катя Татаринова. Там были вместо двух детей в коммунальной квартире у Вальки Жукова, то есть у меня четверо, причем мне пришлось сочинять имена, походу. Но гран-при этого зеленого спектакля, на мой взгляд, взял Петя Маркин, кораблек, который не делал ничего. Он не хохмил, он не переодевался, он не менял мизансцен. Он просто, глядя на этого несчастного, бедного, немого мальчика, спел другое четверостище Александра Светлевича Татаринова. Гриппин, добрая подружка, гриппин, как я уже говорил, этого не слышали, нам потом рассказали. Но артисты оркестра, они это слышали, и скрипки, просто глисондируя по Гриппин, сползали. Такие маленькие радости. Я еле держался, потому что маленький мальчик, который сидел, у меня и у него не было микрофона. Он глядит преданно мне в глаза, прямо во время моего пения спросил, дядя, что ты поешь? И последующий номер «Глазиный рынок», «Глазиный рынок», любимый всеми. Как вы помните, на сцену в начале номера выезжал трамвай «Натуральная величина». Ну, как вы поняли, у нас в мюзикле многое было, «Натуральная величина» и по-взрослому. Да, и вслед за трамваем выбегала стайка маленьких беспризорников. И примечательно, что в первых рядах московских русских беспризорников Либо отплясывали Виталий Розенвастер и Глеб Бауэль. А сегодня партию самого звонка голосового и самого мелкого беспризорника Исполнит Лидия Чебацарова «Советский союз». Сбылась мечта я сто миллионеров Владею я несметных количеством нулей Сталитный вид приличные манеры Иду гулять по скверу, искать случайных прибылий Ой-ой-ой, купи-продай Главное вы осчастливить миллион Купить коробку с митчем или пару папирос А может взять флакон, оде колону Мадам, прошу пардону, возьмите за дважку парос Ой-ой-ой, купи-продай И все свои, как вы Да я миллионер И ты миллионер И он миллионер Мы все миллионеры Пока, товарищ милиционер На сне погонит только по скверу Пора, товарищ милиционер Пора, товарищ милиционер На сне погонит только по скверу Зачем подушка, если нет кровати? И если нет рубашки, на кой не кружевать? А может нам на бублик денег хватит? Ну, это как богатик Тот может платить и на два Ай-яй, купи-продай Потраскует страна миллионеров Где временные беды переживаем мы Дай бог нам до начала новой эры Не сдохнуть от колеры И от какой другой чумы Ой-ой, да боже ж мой А я миллионер И ты миллионер И он миллионер Мы все миллионеры Пока, товарищ милиционер На сне погонит только по скверу Пока, товарищ милиционер На сне погонит только по скверу На сне погонит только по скверу АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, как известно, больше всего артистам везет, когда им достаются отрицательные роли. Я это с возрастом ощутила. Когда актрисы становятся старше, им достаются уже такие отрицательные роли. И в них так много всего интересного, что можно сыграть. Поэтому, понимаете, Мазихин, он золотую маску получил не потому, что он артист хороший. АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что ему такая роль досталась, так ее написали. Но... Ну, конечно же, вот жалко Кузнецова, тоже была такая же роль. Но, как говорится, два солнца на одном небе не помещаются. Это настоящий гад. Но, конечно же, талант наших артистов. Надо просто героиня играть, тоже характерная. Все будет хорошо. Вот, поэтому замечательный артист Юрий Мазихин сейчас исполнит прекрасную... Я волнуюсь. Как бы это сказать, песню, не песню. Песню директора. Песенка директора. Песенка директора. Песенка директора. Я волнуюсь, я волнуюсь. Я очень сильно волнуюсь. Может быть, шутка какая-то будет? Нет, шутка какая-то будет. А, серьезно. Счастлив, месье? Песенка директора. Песенка директора. Я с тобой, шутка какая-то. Несчастный, несчастный. О, очень несчастный. Несчастный. Да не понятно, как такое вы могли себе позволить. Так, и чрезвычайно неприятно, что сие вообще возможно в нашей школе. А, знаете ли вы, что все злодейства. Потное предательство и форисейство. Так же начинались вроде бы пусть страшных, невинных, мелких действий. И его как известно, как готов будут все птички пропасть Крыса на уроке, это дерзость Ну-ка, Ромашов, поведай нам, давай-ка Как организовал ты эту мерзость? Что вы, Николай Антонович, это важно? Ах, так это жук от крыс приносит Это был хомяка ими крыса, бог все Можно ли терпеть подобный вандализм? В школе коммунной мы спросим и ответим строго без обидников Вы разрешите? Да нельзя! Ой, здравствуй, Петя, входи, я не вам Простите, родители, только что на улице я скрипился совсем случайно с мальчиком Которого в Архангельске я знал немного, он был от рождения мира Да-да, весьма печально Верно, но сейчас он говорит не хуже нас, он научился посмотреть это чудо Ну-ць, мой друг, уж раз вы научились говорить Так расскажите же вам, кто вы и откуда Меня зовут Григорий, а я сам Ну я на вокзале, я круглый сирота Все, 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 мне все понятно Вам за флиганство два наряда Крыса, ну вроде, значит так вы двое В комнату заведующего склада Отведите прибывшего к нам героя Пусть его венут и обуют, дабы не ослышались его пируя Пусть ребенок лучше учится у нас, чем на вокзале ворует Крысу утопить Постойте, кораблек, я задержу вас Чуть-чуть Да, я педагог и мне понятно Жгучее желание помочь всем сразу Но мне чрезвычайно неприятно Брать детей без направления на робро Забыли, что отказаны не женею Привели таких, как он, примерно Восемь А можно ли так вести у себя учителя? Школа коммуны, мы спросим И ответим твердо, без оберегов Извините, но нельзя Я испугался большого Саны Крупного Петю Вы знаете, сейчас будет... Я все помню Сейчас будет исполна божественная танго любви Исполняясь несравненная божественная Вика Соловьева А помогайки Ирина Линд и Петр, как... Марков 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 Отомстил Иди, Катюша, погуляй И, и, оденься потеплей Давай, 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 давай Скорей, 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 скорей Мой верный друг Не нужно слов Они лишь сердце зря тревожат Мы не опишем наших чувств Передоверив их словам Я знаю все, что мне сказать Хотите вы и вам ведь тоже Наверняка известно то, что я отвечу вам Вы скажете безумство девять лет И шесть из них везде я мужей нет И я уже почти вдова Но важна невесте роковой Не вправе я считать себя вдовой Пока моя любовь жива Я только кое-что спрошу Он как чайку или поесть Ты предложила бы хоть машу И вам полчу присесть За девять лет Забыли все Об экспедиции И пробавши Но я не верю Но я не верю Что погиб Святой Марии Капитан Я буду ждать И может смерть Уйдет Не солоно хлебавши Я буду ждать Я буду ждать Я буду ждать На перегон Я дашь В душе моей холодный снежный год Нагреюсь я последним угольком Выдет Ведь душе едом Едва Едва Будет сильно изменить в течение лет И важен мой вопрос И мой ответ Пока Но я любовь жива Я люблю Бессильно изменить течение и ваш вопрос, и мой ответ. Вот моя любовь жива. Николай Антонович. Ах, Иван Павлович, вот так сюрприз. Машенька милая, сделайте чаю, мы посидим, попьем, помолтаем, можем достать парадный сервис. Боже, какой букет-то откуда в марте один цветок? Миллиона-полтора. Прошу простить, пожалуй, мне пора. Конечно. Что вы, куда вы, чай поспевает, мы по-простому без должностей. Знаете, мой друг, как приятно бывает дома застать неждатых гостей. Я вас не понимаю, а, видимо, придется. Дарите розы в мае, дешевле обойдется. Визит без приглашения на грани Моветона. Ах, Николай Антонович, к чему этот фарс? Ивана Павловича букет не нарушает этикет. Или, быть может, мне гонять гостей не позволяет домастрой? Быть может, мне запрещено ходить в кино, смотреть в окна. И в ожидании нырных вестей должна я скрыть лицо чидрой. Я вас не понимаю, и вправду непонятно, Не знаю ли сама я, как вырваться обратно. Пархангис нет возврата, и я, как приживалка, У мужниного брата шесть лет под замком. Ах, Боже мой, какой замок! Когда в ваш дом пришла беда, Кто, как не я, пожертвовал собой И вам помогал печаль унять? Кто делал все, что только мог, Чтоб наступил тот день, когда Мой бедный брат, вернутся вы домой И смог бы снова вас обнять, Кто ради этого святого дня Так много он дал сил И так мечтал, чтоб этот день не наступил. Бабушка, бабушка! Откуда ты? Откуда я такой ротометр немножечко расплатила? Где ты так испачкалась? Где? А это что за чудо? Это Саня, он тут ни при чем. Все по-другому было, это не она, Тут целиком моя вина. Братите, я его разбил на самом деле. Все это вранье. Да вы не слушайте эти деньги, Это я его разбил! Это я его разбил! Это я! Это я! Мы не хотели! АПЛОДИСМЕНТЫ Мир прямо-таки бун доброходов, Вот они стоят под упив в очи долу, Вот кому я помог найти работу, Вот кого против управил, Прийдал в школу, Вот что я получил за все за это, Все-таки верна народная примета. Делая добро, Не стоит ожидать аналогичного ответа, Да, неблагодарность, Это-то и есть первая причина всех бед. Вот кого я пригрел неосторожно, Вот кому, увы, и поверил, Так легко я выгонилен. Да как же можно про Ивана Павловича Сказать такое? Да, вы удивительный феномен, Стромен и одновременно вероломен, Можно ли после этого переносить Ваше присутствие в этом доме? Думаю, ответ известен вам самим. Цветы купить. АПЛОДИСМЕНТЫ Правильно я сделал, Георгий Геонанович? Правильно все? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Следующий номер это вторая оратория, То бишь, капитаны собственной судьбы. Я думаю, что абсолютно несправедливо, Что в спектакле эту красоту исполняли Только четыре главных героя, Это абсолютно несправедливо, И сегодня мы споем ее все вместе, Ну и конечно же вместе с вами. АПЛОДИСМЕНТЫ Анна Унгмар Тарабад АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ГОЛОДИСМЕНТЫ Ведь зубов нам прирастая, Никого не пусть приют, А шестая городская, Где друзей не предают Мы возьмем с собой из детства Наше скромное расследство Неприятное для посторонних глаз Наши детские заботы Наши драки и бойконы Наш локометр и наш гребучий газ Порой лягушек и копилку разорвать Капитаны собственной судьбы Это нас, ковер, седон трубы Это нам, поднимать ягаря И на дворе моря Отжигаться солнце И двенадцать месяцев в году Вновь трясти сквозь радость и беду Откреметь, словно слонкая месть И сядь и бороться Нашим пятнам и законам Мы с тобою неуклонно будем следовать Повсюду и всегда Бить так в глаз Бить так пылно И свою свинью копилку Я тебя не подведу Я тебя никогда не предам Ни победу не дам Кому никогда я тебя Ни победу не дам Ни победу не дам Повсюду с натуральной шерстью Которую квашила Маша Данилова Кстати, до последнего Да и не только артисты, а ансамбля Нам тоже приходилось выходить из гримёра Кстати, до последнего Скорее, многие неискушенные зрители думали, что хоры и ансамбли записаны Это фонограмма Я лишь могу еще раз подтвердить, что это неправда Больше того, исполнители главных ролей И подпевали под кулисами Своими руками Да, мы, на самом деле, главных ролей Не могли бы выучить порядок слов Припев И поэтому было, знаете, целый Помолчи, Петя Помолчи, Петя Вот это вот означало Созвал нас гулять карнавал Вот это означало Флажки, симпатичные церкви И вот это вот означало В крови бродят токи любви Запомнили? Совсем не то, что вы подумали Тогда давайте ставим С Новым Годом! С Новым Годом всем! Вот ведь какая погода Вот ведь опять, как всегда К празднику Нового Годома Кровара Вновь мороз Будто наркоз А не зболил нам нос Принимает нам надолго И всерьез Все, кто умчен Мамамамараски подчет О, потому что нас ваюки гребет О, потому что надой То-то-то-то-другой Потому что сердце топочем облёт Потому что знаком нам всеобщейся тут Потому что народе с друзьями теплее Потому что созвал нас гулять карнавал Потому что гребёт Новый год Я скоро стану льдиной Ух, что ротерзает Такая льдина, что зубы замерзают А я вас убираю, земля меняет климат И с каждым годом зимы теплее чуток Сейчас Валька наколдует И сразу станет сыро Любови капитую мою, подругу Киру Земля меняет климат Раз такое дело, пока не потеплело Ай, гады-ка Есть одно русское средство Губа не дать ни капли Нужно мороженым греться Изнутри А вот как-то Наш народ не победит Минус тридцать один Мы с нас в России Как с капеца Среди людей Ох, а чё Во все ряды планеты тают, Земля и снег навстречу несется в победе. И только посмотрите, как нам повезло. Ты что-то перепутал, и стало холоднее. Ничего с нами мудрый, я стекленею. Я всех вас приглашаю, к себе на чашку чаю. Как лет не обещаю, нам падет дима. Тучи опять в нам ползают, белой метею грозят. Так где вода завязать, жить нельзя. Но как сталь мы лудим, минус 31, И организм остается невредим. Друзья, кто учен, морозки по джон, Потому что нас вареньки гринют, Потому что подругой, подругой, подругой. ну тут у victories над большой вам лед. Ну, потому что знаком нам всеобщество, но тут морозят, друзьями, теплее. Ну, потому что в крови бродят ходи любви, потому что грядет Новый год. Ну, потому что грядет Новый год. Потому что в крови бродят ходи любви, Потому что грядет Новый год! Потому что в крови пройдет год и любви, Потому что грядет Новый год! Ангел! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.